Вы слушаете Радио Болткома. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте, добрый. Добрый день. Телефоны в нашей студии не изменились. 67212-93-9, 67213-93-9. Если есть какие-то замечания, предложения, пожелания, вопросы, смело звоните или пишите. Номер ватсапа 2306191. Может быть, это тоже такая удобная форма общения, потому что мы всегда видим, что приходят сообщения, и можем в какой-то момент просто его зачитать. Ну, а сегодня заявленная тема для беседы – расстройство пищевого поведения в период пандемии. Ну, это такое. Мы с вами неоднократно уже замечали, что самые разные психологические проблемы и некто психические расстройства в период пандемии стали обостряться. Мы говорили о панических состояниях, навязчивых мыслях, по-моему, о различных зависимостях тоже, что, в общем-то, неудивительно. Человек попадает в ситуацию, он выбит из реальной жизни, и, с одной стороны, возрастает уровень тревоги, а у людей изначально тревожных он достигает неимоверных высот, с другой стороны, у человека вдруг образуется масса в прямом и переносном смысле пустоты в жизни. То есть многие привычные вещи исчезли, многие привычные занятия, право, исчезли, тренировки, исчезли даже походы на работу, исчезли путешествия, исчезло множество. Сиделки с друзьями просто, хотя бы там общение. Да, множество каналов, куда можно направить свои эмоции, свою энергию, закрылись. И с этой тревогой и пустотой надо что-то делать. И не всякие это себе сформулируют, что мне тревожно, я ощущаю пустоту. Люди начинают искать, чем утешиться, чем их заполнить. И появляется самый простой путь, это путь к холодильнику чаще всего. Мы знаем, что с древних времен, мы где-то помним, наверное, наших генах, что еще не так давно люди умирали от голода. Поэтому еда – это по-прежнему ценность. Еда – это по-прежнему что-то очень важное. Еда – это все положительные эмоции. Есть английское выражение comfort food. Комфортная еда, успокаивающая еда. И обычно, как мы знаем, нас почему-то успокаивают ни полезные салаты, ни смузи. Успокаивают что-нибудь такое тяжелое, калорийное, сладкое, жирное. Чипсы. Много всего. Сами все расстройства пищевого поведения – это не новость. В обществе их, наверное, можно насчитать три. Есть известная всем анорексия, когда люди начинают обращать внимание на свой вес и худеть любой ценой, лишать себя еды, одновременно перегружать себя спортивными занятиями. Я все вспоминаю. Девушку, которая у меня была на приеме когда-то, она съедала в день, в первую очередь съедала в день три яблока и доезжала на велосипеде от Риги до Слоки и обратно. И это вот только на трех яблоках, больше ничего? Да. Это то, что я называла «железная воля анорексики», я мало знаю людей, способных на такие подвиги. И это из самых тяжелых, это состояние на самом деле не метафора, угрожающая жизни. Люди, которые заступают за некую черту с этим состоянием, начинают попадать в больницы, в реанимации, и в тяжелых случаях даже осознание, что это угрожает жизни, людей не удерживает. То есть мысль о прибавке веса хоть чуть-чуть вызывает в них панический страх. То есть я с такими пациентами разговаривал, даже мысль о том, что надо что-то сделать, если у меня начнет расти вес, я сойду с ума. Это даже недопустимо. Вторая часть – это булимия, это патологическое переедание. Что такое булимия? Булимия – это когда человек в какой-то момент начинает съедать неконтролируемое количество еды. И неконтролируемое – это не метафора, опять же. То есть если человек может за нормальный прием пищи принять там, не знаю, 500-1000 калорий, ну, 2000 калорий, что-то калорийное, то для человека с булимией съесть за один раз 15-20 тысяч калорий – не предел. То есть человек, который описывает этот приступ переедания булимического, это человек, который ест, не ощущая вкуса. То есть он может съесть, начать с котлет, продолжить сладким, вернуться к супу, к макаронам, к хлебу. Всё это поглощается с огромной скоростью, и в этот момент человек выпадает из реальности. Он вообще не совсем понимает, что он делает. Только в тот момент, когда всё уже завершено, когда всё съедено и человек переполнен, он понимает, что произошло, на него накатывает огромное чувство вины, и что обычно делают люди, страдающие булимией, они начинают избавляться от еды. Это может быть приём, это вызывание рвоты у себя, это может быть приём слабительных, клизм и тому подобных вещей, мочегонных, то есть всё, что угодно, лишь бы избавиться от этого. Как будто сбросить этот вес, извергнуть себя съеденное, вызывает чувство утешения. Я вроде хоть как-то исправил последствия. Беда в том, что вызывание, допустим, рвоты, наиболее частый способ, тоже становится чем-то привычным, и постепенно тоже начинает вызывать чувство вины. То есть человек сначала чувствует себя виноватым из-за того, что он переел, авторозвезды из-за того, что вызвал себя рвоту, потому что это тоже неприятные ощущения, тоже, конечно, что-то, что стало уже не подвластно его воле. И более-менее, кстати, очень часто соседствует с анорексией. Это маятник, который раскачивается. То есть человек, который долгое время терзал себя жесточайшими диетами, человек, который долгое время перегружал себя спортом, отказывался, в какой-то момент вдруг ему всё-таки хочется поесть. И до еды он дорывается, как человек, который голодал, и вдруг перед ним оказалась еда. Срывается просто. И опять наш организм, который помнит хорошо, что такое голодная смерть у предков, вот я добрался до еды, её надо съесть как можно больше, пока она есть. То есть тоже неподвластно контролю сознания. И вот это так и раскачивается. Человек начинается булимия, он переедает, рвот, потом в какой-то момент может вернуться опять обратно к анорексии, этот маятник может раскачаться до бесконечности. Беда в том, что всё это невероятно разрушительно и для психики, и для физического здоровья. Третье. Вызвание рвоты тоже вообще такая вещь, что есть от культуры, в которой мы находимся. Мы все помним описание древнеримских пиршек. Да, вот я как раз хотел вспомнить. Бросались на бревно животом, чтобы вызвать... Ну, вот даже через травматизм. Нет, насколько я читал, очень часто, поскольку люди любили многое вкусно есть, а места не оставалось, было специальное птичье перо, которым можно было щекотать горло, рядом стоял раб с какой-нибудь посудиной, вызывалось рвота, место очищалось, человек мог продолжать трапезничать дальше. И, очевидно, в те времена это не считалось чем-то зазорным. Ну, и, наверное, я подозреваю, это было преимуществом привилегированных классов. Вряд ли бедные люди настолько наслаждались пиршествами, чтобы вызывать все рвоты. Опять это мы говорим о другой культуре. В нашей культуре вызывание рвоты нормой не является. То есть, один из тревожных сигналов, если человеку после того, как он поел тяжело и хочется вырвать себе рвоту, это очень тревожный звонок. Это очень тревожный звонок, когда человеку действительно пора о себе задуматься и что-то начать делать, потому что расстройство пищевого поведения это не напрямую связано и с нашим психическим здоровьем, и с нашим физическим здоровьем. То есть, бесконечное раскачивание маятника нас разрушают. Есть третья разновидность. Некоторые включают её тоже как подвид булемии. Это называется компульсивное переедание. Оно распространено чаще, чем булемия. Оно встречается у людей самого разного возраста. Насколько я понимаю, за последние годы это состояние изрядно помолодело. То есть, сейчас оно очень часто встречается у подростков. Что такое компульсивное переедание? У человека внезапно возникает желание срочно поесть. И когда человек начинает есть, в этот момент он выпадает из реальницы. Он берёт всё, он берёт какую-то еду, которая ему кажется вкусной. Но если ты видишь, сколько у человека со стороны, ты очень хорошо понимаешь, что что-то не так. Человек сидит над какой-то трапезой, и он ест обычно с огромной скоростью. То есть, ты не человек, который наслаждается вкусом. Он, вроде, хочет вкусного, но вкусом он уже не наслаждается. Он даже не успеет всё это тщательно проживать. Не важно, речь идёт о печеньях, о бутербродах, о булочках, о оливках, о чём угодно. Вы видите, как человек ест быстро. Его движения стереотипны. Он обычно сидит в какой-то позе, как можно ближе к этой еде. Он начинает, вот его рука совершает такие автоматические движения. Человек с быстрой скоростью забрасывает еду в рот, быстро её глотает и продолжает это делать, пока вдруг не останавливается. То есть, люди, которые это описывают, они так и говорят, что вот только когда это всё кончилось, я вдруг понял или поняла, что произошло. То есть, я выпадаю из времени, я выпадаю из-за сознания происходящего. Это просто некий автоматический или полуавтоматический процесс. — Ночные походы к холодильнику попадают в эту категорию, когда люди встают и чего-то хочется поесть, садятся и начинают уничтожать содержимое холодильника? — Это тоже ночное. Например, когда людям по ночам не спится, это не от хорошего настроения. Здесь есть две разновидности, как мне кажется. Один, да, одна, когда люди уже просто просыпаются в тревоге. И эту тревогу надо чем-то заглушить. И еда, конечно, замечательный способ. Второй вариант есть у людей, которые живут в достаточно депрессивном состоянии. А у людей в депрессии очень часто бывает так, что с утра настроение отвратительное, энергии нет, и разбитость, и всё плохо. И к вечеру становится получше. И вот когда к вечеру, к ночь становится получше, это как раз то самое время себя чем-то порадовать. А выбор того, чем порадовать, а тем более, повторимся, в период пандемии, в период изоляции, ограниченности нас от самых разных источников радости, это то, в общем, мы имеем дело. И человек, на счастье, радость в том числе и едой, и в том числе неограниченно. Значит, обычно люди переедающие. Чем они отличаются, вот, компульсивное переедание от булимии? На самом деле мало чем, но основное отличие – эти люди не вызывают все рвоту, не принимают слабительных, не вызывают, у них не становится привычкой очищения организма всякими такими экстремальными способами. А переедание – это, в общем-то, для них… Причем вот булимики, поскольку они рвоту вызывают, они обычно лишним весом не наделены. Они очень быстро все это из себя извергают, усвоиться это не успевают. Люди с компульсивным перееданием обычно наделены лишним весом. И учитывая объемы, и частоту приемов пищи, и количество, и калорийность, вес может достигать значительных размеров, что тоже не прибавляет настроения. И опять люди попадают в эту тупиковуюся, в замкнутый круг. Я себе не нравлюсь, у меня постоянно плохое настроение, у меня тревога, у меня ощущение беспомощности. А с этими эмоциями, с тревогой, беспомощностью, тогда люди справляются все тем же знакомым способом, их тянет к еде. И это переедание порождает тревогу, тревога порождает переедание, и это очень трудно разомкнуть. Что еще характерно для компульсивного переедания? Что обычно его, скажем так, усугубляет? Это то, что люди начинают есть, не обязательно прямо у холодника наброситься на еду. Это люди, которые очень любят поесть, сидя в компьютере, или сидя перед телевизором. И это состояние особенно удручающе, потому что человек и так не очень контролирует то, что он ест и количество. Когда его внимание поглощено фильмом, интернетом, социальными сетями и так далее, его внимание от еды отвлечено вообще. То есть это по-прежнему удовольствие, это по-прежнему насыщение, но это еще более незаметно проходит, потому что ты увлечен. Это какой-то... Есть люди, которые, скажем так, сильно облегчены, ближе, это более часто около нормы. Люди идут в кино, и они не представляют, что посмотреть фильм без ведра попкорна. Вот я и как раз, да, хотел сказать. Но ведро попкорна в кино, ну, даже очень большое, оно конечно. Хотя я в кино, когда... Мы еще ходили в кино, видел людей, когда хрупкая девушка, подросток, а ведро попкорна гигантских размеров, и оно пустошается полностью. Но в кино ты во время сеанса не побежишь за вторым ведром. Охладильник близко, и стыдом. Я все-таки позволю тут не согласиться. Появились кинотеатры, где сейчас есть возможность сделать заказ. Вот там прямо вот можно... Есть специальный пульт, и можно заказать и дополнить... И там даже какие-то еду из ресторана. То есть это... Вот я обратил внимание, что расширяется список возможностей, всевозможных этих снейков, которые можно заказывать. И в том числе это... И какие-то специальные чипсы с соусом. И даже вот какие-то куриные специальные ножки в каком-то соусе. То есть там сейчас... Да. Да. Идут навстречу пожеланиям. Вот. То есть еще одна часть компульсивного переедания, это несосредоточенность человека вообще на одной еде. И дополнительные источники отвлечения, которые охотно и с удовольствием используются. Дополнительные проблемы с перееданием. То есть человек живет в семье. Дополнительный человек вдруг понимает, что он съел все, что было. Или какие-то вещи, которые были предназначены. Ну, какие-то деликатесы, что-то вкусное, предназначенное для всех. Человек вдруг это съел в одиночестве. И когда он опять понимает, что никому ничего не оставил, и люди, кто придут домой, будут недовольны не только тем, что он опять переел, а тем, что им ничего не оставили. Это дополнительное чувство вины, это дополнительная тревога. Я читал некоторые статьи, интервью с людьми страдающими к импульсивным перееданием. Немало было примеров, где человек живет в общежитии. И вот этот голод, это стремление к перееданию настолько тяжелое, человек начинал рыться в вещах своих соседей. Рыться в общем в холодильнике, искать у них еду, воровать еду и так далее, и так далее. Что тоже, сколько человек наделен всеми эмоциями, не является психопатической личностью, что тоже вызывает чувство вины и естественности, если ты еще и воруешь чужую еду. Что еще является частью компульсивного переедания? Частью этого являются те самые качели, они чем-то напоминают о норехах, человек, конечно, у него лишний вес, он естественно кидается худеть. Во-первых, начинают выбирать различные экстремальные диеты, на которых хочется похудеть как можно быстрее. Да, и какое-то время человек может даже сделать волевое усилие, на этой диете, потерять энное количество килограмм, но с худетью экстремально, он быстро возвращается к привычному нездоровому режиму питания. Вот эти качели, тоже человек в интервью описывал, как он мог сбросить 20-30 килограмм за несколько месяцев, потом быстро наесть их обратно, довольно-таки легко. И это тоже порождает сначала, в общем-то, и тревога, и депрессия, и тому подобные вещи, но потом это зачастую начинает порождать чувство безнадёжности. Человек ощущает некую обречённость, человек ощущает, что я никогда не выберусь из этого. Далее человек, и это больше свойственно женщинам, девушка начинает ощущать отвращение к собственному телу. Человек ощущает себя уродливым, человек ощущает, терзается мыслью, что он никому никогда не понравится, и тому подобные вещи. Это, конечно, тоже иллюзорное состояние. То есть, не знаю, как вы, я в своей жизни встречал ну очень полных мужчин и очень полных женщин, которые были абсолютно уверены в себе, которые были окружены поклонниками, которых были мужья, любовники и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, вот эта загадочная связь, лишний вес и полное отсутствие сексуальной привлекательности, это до некоторой степени современный мифотворчество. Да, мы живём в обществе, в котором постепенно стало худой, синоним слова «хороший», худой, красивый, и так далее, и так далее. Мы забываем, что ещё не так уж много лет назад люди в теле в самых разных культурах очень ценились, считались привлекательными и так далее. Даже рубинсовская женщина. Рубинско-кустодиевские женщины и так далее, ещё много всего. Мужчины, у которых полнота была символом достатка. То есть, если человек полный, у него округлый живот, то это значит, что у него есть на что. Это есть чем гордиться. Несколько не об этом, но если мы почитаем, посмотрим всякие старинные китайские рукописи и изображения людей, у людей изображены большие округлые животы. Вот вы не увидите, даже, кстати, вы не увидите изображение Будды с плоским животом в кубиках. Никогда. Всегда будет с животом. Но несколько другая ситуация. Это по верованиям китайцев и японцев в животах находят центр, где собирается энергия Ци, которая базируется всё живое. Когда человек наполнен энергией Ци, его живот выступает вперёд, потому что там нет пустоты, там есть наполненность тем, чем надо. Прекрасно. Теперь буду говорить всем, что я наполнен энергией Ци, а не просто с лишним весом. Главное убедить в этом самого себя, чтобы всегда сложнее. Но ведь с другой стороны, сейчас же появилось движение Будди Позитив, пытаются как раз-таки даже создаются специальные показы моделей, где модели приглашаются плюс сайз, пышечки такие, то есть пытаются как-то преломить вот это вот. Я думаю, движение Будди Позитива точно есть рациональное зерно и немало. И да, я думаю, вот это вот, ну мы знаем, что у моделей анорексия было профессиональное заболевание. И смертность среди них анорексии тоже была. И, по-моему, даже приняли закон, что модель не имеет права весить меньше определённого количества килограмм, ещё её просто не пускают на подиум. И движение Будди Позитива замечательная вещь, что люди любят своё тело таким, какое оно есть, они не хотят себя терзать чем-то в угоду общественному мнению и так далее. До того момента, когда движение Будди Позитива превращается в «Вы обязаны восхищаться моим телом». Где-то было описано, как некая девушка сделала эксперимент, она такая, была девушка весомый килограмм 120-130, она пошла в публичное место, в парк куда-то, разделась, осталась в бикини, но вокруг собрались мужчины, которые стали делать всякие замечания, которые ей не понравились. Ну вот, мне кажется, Будди Позитив, если уже ты относишься к этому движению, то одна из частей этого это выработать некое равнодушие к критическим замечаниям в свой адрес. То есть, в первую очередь, ты должен быть сам в ладу со своим телом, ты должен быть сам в ладу со своими ощущениями, эмоциями и так далее. А требовать это, наверное, обижаться, тебя оскорбляют, это нормальное право каждого человека. Но требовать от окружающих восхищения и безусловного принятия твоей картины и понять, каким должно быть человеческое тело, это, наверное, как-то перебор. Ну, как мы знаем, сейчас маятник качается, когда люди отстаивают нормальные человеческие ценности или право каждого жить по-своему, когда качается в сторону того, что все обязаны восхищаться и не дай бог сделать критическое замечание, ты приравниваешься к расисту, к человеку нетерпимому и так далее, и так далее. Вот. Что можно со всеми этими историями делать? С расстройствами пищевого поведения. И опять, почему о них стоит задумываться именно сейчас, когда мы находимся в условиях карантина, когда мы особенно уязвимы? Во-первых, человек с перееданием сейчас лишён возможности пойти в спортивный зал и начать заниматься спортом, эти лишние калории сжигать. Многие говорят, надо заниматься спортом дома, но совсем не у всех есть сила воли. Когда человек приходит в спортивный зал, там есть тренер, там есть обстановка, и ты уже волей-неволей что-то делаешь. Дома включить YouTube или сделать свой комплекс упражнений возможно, и я знаю прекрасных волевых людей, которые это делают, и успешные, я восхищаюсь такими людьми, но множество людей неспособны, мне трудно это осуждать. Во-вторых, то, что ещё раз мы, Володой, передачах подчёркивали, во время этих ограничений мы все ощущаем тревогу, но вот ощущать её и осознавать это не одно и то же. То есть ощутить, что мне тревожно и плохо, если бы хоть что-то сделать, это зачастую нечто бессознательное. Когда ты осознанно говоришь, мне сейчас тревожно, я чувствую эту тревогу как ощущение в теле, как некую эмоцию, я чувствую потребность с ней что-то сделать, у нас есть возможность задуматься и осознать это. С анорексией всё, конечно, сложнее всего, и я думаю, что любой, чужой, признаки анорексии просто обязан обращаться к психиатру в первую очередь, но параллельно с психиатром, если истощение зашло достаточно далеко, нужно идти и к диетологу, и к врачу, к гастроэнтерологу, и к терапевту, который обследует тебя, посмотрит, насколько это состояние успело нанести ущерб твоему телу, твоему здоровью, и рекомендует некие миши. Люди часто нуждаются в стационаре, есть люди, я знал, которых в итоге кормили через зонт, потому что у них настолько было отторжение еды, что принимать его было невозможно, и был выбор или зонт, или смерть. В общем-то, то же самое и с булимией. Потому что бесконечное вызывание рвоты у себя, это, во-первых, это желудочный сок, то есть кислота, постоянно обжигает пищевод, слизистая пищевода начинает изменяться, и это тоже может привести к очень неприятным результатам. То есть, тоже требуют врачебной помощи. людям с компульсивным перееданием несколько сложнее, им нужен более долгий путь, чтобы дойти до осознания, что есть такая проблема, и с ней надо что-то делать. То есть, это не решается силой воли. Борьба силой воли с бессознательными тревогами обычно ни к чему не приводит. Ты можешь на какое-то время удержаться, но рано или поздно ты срываешься. Что, наверное, должно поменяться в общественном сознании? Мы должны понимать, что компульсивное переедание это тоже зависимость. Это зависимость от еды. Такая же, как зависит от алкоголя, такая же, как зависимость. от наркотиков и так далее, и так далее. То есть, зависимость, с которой бороться силой воли невозможно. А сколько, если можно, хотя бы процентуально людей подвержены такому? Это часто встречается или это все-таки достаточно редкое? Ну, в какой-то статье было по американской, английской статистике. Они считали, что компульсивным перееданием подвержены где-то 3,5% женщин от общего населения и 2% мужчин. Есть в мире множество, если у Латвии, такое множество клиник, которые занимаются расстройствами пищевого поведения, психотерапии, где у людей начинают проводить ликбез для начала, чтобы понимать, что им происходит, учат некоему чувство осознанности, понимая, что происходит и так далее. в некоторых случаях практически во всех случаях необходима та или иная разновидность психотерапии. То есть, это обязательно, на мой взгляд, потому что всё-таки люди уязвимые для расстройства пищевого поведения, это люди изначально с неким невротическим складом личности. Кто-то говорит о том, что это какие-то детские травмы, куда же без них. Я, кстати, часто видел девушек с энеррексией, у которых бесконечные мысли о диетах были с лёгкой руки их мам, которые любили читать женские журналы, любили говорить о диетах, но сами мамы при этом кушали вполне себе хорошо. А вот дети диетами заражались. У нас звонок. Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот что это, как назвать такой, ну, диагноз, сейчас ведь особенно молодые девушки, вот они решили, возобразили, какая должна быть её фигура, как она должна выглядеть. И начинается. Ну, спортзал это одно, и то, и для того, чтобы там здоровье улучшить, просто форму приобрести. Эти пластические операции, увеличение груди и всё такое. Вот, ну, это, ну, как бы, мне кажется, что это сапсихика тоже что-то, что-то немножко какое-то отклонение, потому что, ну, главное всё-таки здоровье, конечно, там, но переедание и голодание, но вот именно форма такая, и как она решила, что вот я должна выглядеть так. Я понял ваш вопрос. Да. Есть люди, совершающие пластические операции, и мы, как часто говорили, что я думаю, если люди вовремя уходили к психотерапевту, количество работы у пластических хирургов уменьшилось бы, потому что есть объективные ситуации, когда это необходимо, есть ситуации, когда это делается для того, чтобы попытка компенсировать внутреннюю неуверенность, внутреннюю тревожность формой, груди формой, носа формой. Есть люди, которые вереницу пластических операций затягивают, и это тоже трудно остановить. По поводу людей, спорят время в спорте, в спортивных залах добиваются идеальные фигуры, в этом зла никакого нет, тоже, ну, при наличии умеренности. Есть такой тоже какое-то время диагноз орторексия. Люди болезненно одержимы здоровым образом жизни, правильным питанием, спортом. Это люди, которые, если случайно съели что-то лишнее, впадают в подчаяние, должны немедленно пробежать еще 10 км по дорожке. Если люди пропустили тренировку ненароком, они очень переживают, винят все. То есть то, что по идее должен встиг к здоровью, становится наоборот некой очередной навязчивостью и тревожным расстройством. Возвращаясь к тому, что делать люди с пищевыми расстройствами, расстройств пищевого поведения, психотерапия, я считаю, обязательно. Есть та ситуация, когда эти расстройства пищевого поведения происходят на фоне уже тревожных и депрессивных состояний, и есть ситуация, когда уже необходима помощь психиатра, возможно, необходимы антидепрессанты, которые снижают тот самый уровень тревожности, и они могут помочь на какое-то время, но все-таки по моему опыту это требует серьезной работы. Ну, самого человека. Да, психотерапевтической работы и перемен в стиле жизни и так далее, и так далее. У нас нет, по-моему, я, правда, не в курсе, возможно, и есть, я от меня не доходила, но на Западе, так же, как есть группы анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов и так далее, есть группа, которая начала статью, ну, ее как-то обидно перевели на русский язык анонимные обжоры, где люди собираются точно так же, занимаются по программе 12 шагов знаменитые, только адаптированные для людей с перееданиями, людям назначается то, что называется спонсор, то есть человек более опытный, ветеран этой группы, который помогает новичку через все это проходить, кто-то, кому новичок может позвонить, спросить совета, обсудить какие-то срывы или еще что-то, место, где люди могут откровенно высказываться, они такие же, как они и сами, и это многим дает хорошие результаты, то есть люди находят место, где они перестают себя стыдиться, находят место, где они понимают, что это расстройство, каких много, что они способны это обсуждать, и никто не будет на них свистеть, оскорблять, смеяться их лишним весом и так далее. Поэтому, не знаю, появится ли такая вещь у нас, или можно уже есть, но мне кажется, это за десятилетия вот эти группы анонимных, кого угодно, игроков, алкоголиков, зарекомендовались с наилучшей стороны. У меня сразу вопрос, если, например, я, когда было возможно, ходил в кино и обязательно брал попкорн, является ли это признаком компульсированного переедания, ну или, например, один раз в неделю человек в пятницу придя домой, садится, ну вот, посидеть, отдохнуть, сбросить, в общем, как-то груз всей недели и, ну, действительно, нарезает, там, не знаю, огурчики, помидорчики, посидеть, посмотреть фильм. Это в норме или все-таки? Я думаю, что это в норме. Никто не говорит, что это преступление против здоровья взять попкорн в кино. Никто не говорит, что посидеть дома за вкусным ужином это преступление. Но вот эти критерии отсутствие контроля над количеством, регулярное переедание, лишний вес, чувство вины после этого, нарастающие чувства тревоги, отвращения к своему телу, это те признаки, которые заставляют задуматься. если человек пытается уже это как-то решить хилые воли, а это все не получается, и срывы регулярные, это значит, человек нуждается в помощи, в той или иной, но, мне кажется, эта помощь должна быть комплексной, здесь должны быть усилия и психотерапевта, и диетолога, возможно, других специальностей тоже, но это сейчас очень звучит, это очень помолодевшее расстройство, наверное, это, может быть, у родителей уже наблюдают своих детей, и, наверное, первое, что я советовал бы, во-первых, все-таки разговаривать с своими детьми, чтобы они могли с вами в этом говорить, не боясь, что вы их высмеете, не боясь, что вы их отмахнете, скажете, да просто есть надо меньше, знаете, знаменитый рецепт моей Плесецкой, просто жрать надо меньше, хороший рецепт, не со всеми работает, вот, второе, что, наверное, стоит начать, вот это ведь беспорядочное, это хаос, очень хаотичное занятие, этот хаос надо упорядочивать, наверное, то, что стоит пытаться делать и самим собой, и советовать, если дома кто-то тоже страдает этой проблемой, полное табу на то, чтобы есть за телевизором, за компьютером, глядя в телефон и так далее, то есть, еда должна быть осознанно, ты должен понимать, что ты ешь, должен чувствоваться вкус того, что ты ешь, очень полезно людям заставлять себя осознанно жевать, медленней, задавать с вопросом вообще, что за вкус того, что я ем, это медленное жевание, медленное проглатывание пищи тоже ведет к более быстрому насыщению, кроме того, мне кажется, то, что человек может сделать у себя дома, это абсолютный запрет на то, чтобы есть где-либо, кроме обеденного стола, ты не должен есть у себя в кровати, ты не должен есть в гостиной, даже не должен, только с телевизором, лежа с книжкой и так далее, то есть, если эта проблема присутствует, ты ешь, то есть, собрался поесть, ты приходишь, ты не ешь из кастрюли, ты кладешь пищу на тарелку, садишься за стол, и пока ты ешь, ты ни на что другое не отвлекаешься, это тоже работает, ну и опять ключевое слово осознанность, первое, это проблему осознать, второе, начать собирать информацию, что с ней можно делать, и третье, совершенно точно избегать отчаяния, избегать ощущения безысхода, что они иллюзорны, ты, если на этой проблеме сосредоточен, ты обязательно найдешь помощь. Огромное спасибо, Рейль Резник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт, программа Диагноз недели, до встречи в следующий понедельник. Нет, не в следующий. А, ну да, через понедельник у нас, У нас выходной. Да. Так что мы остаемся на две недели, уважаемые слушатели. Всего доброго. День в день.